Ох, Жизель, классно мы, конечно, с вами потусили, повеселились, полностью со мной согласны. Да, Жизель, я предлагаю продолжить нашу тусовку. Я тоже хочу продолжить нашу тусовку, Жизель, но вопрос, где? Не знаю, давай кому-нибудь в гости завалимся. В гости? А у кого мы будем тусоваться-то? Ну что-то ли, никуда-то далеко идти, давай в ближайший дом завалимся. Ближайший дом? Это... Это ты про кузницу компота, что ли, Жизель? Ну конечно! Погнали быстрее, затусим в доме компота, почему бы и нет? Пчучик, пчучучу, пчуп, пчуп, пау, пау, пау. Ребята, всем привет, меня зовут компота, добро пожаловать на мое новенькое видео. Как же я рад это ни словами сказать, ни пером описать, потому что посмотрите в мой инвентарь. И нет, я это всё, естественно, не добыл. Я случайно нашёл клад, когда копал вон там, вон шахту. Прикиньте, вот там стоял вот такой вот сундук, и там лежало очень много алмазов, он весь был забит алмазами. Я их даже унести не смог, поэтому прошу скрафтить тебе очень много алмазных блоков. Я что-то реально офигел с этого. Ну и ещё, там также была вот такая вот цепочечка, которая, смотрите, вот такая вот боча. Видимо, этот клад принадлежал какому-то человеку с именём Боч, но так как он был закопан под землёй, видимо, он никому не нужен или что-то типа этого, я, естественно, заберусь это себе. Посмотрите, сколько алмазных блоков, ребята! Я теперь богатый, я отправляюсь домой. Как же я устал после этой шахты. Я сейчас приду домой, отдохну, полежу, может, даже немножечко посплю, потому что голова, если честно, немножечко побаливает вот так вот постоянно находиться под землёй. Подождите. Что это за звуки? Что за фигня? Я не понял. Что, приколы, что ли, какие-то? Э! Что тут творится? Вы что тут забыли? Я не понял, жители! Классная тусовка! Какая тусовка? Я сейчас устрою её, моя тусовка! А ну, стоп! Эй, камон, ну и что делаешь? Мы тут вообще-то веселились. Жители, а можно вас спросить, а почему вы все веселитесь в моём доме? Что происходит? Да просто нам было так весело, мы выходим из леса и в ближайший дом пошли тусовку устраивать. То есть вы решили, жители, завалиться всей толпой в мой дом и устроить тут тусовку? Вы сейчас серьёзно? Ой, камон, ну кто виноват, что твой дом был на пути так близок? И что мой дом близок-то? Вы посмотрите, вот дом жителя соседа, почему сюда не завалились? Ну, камон, я же говорю, к твоему дому просто ближе было идти, и всё. Нормально, конечно, жители, вы придумали. Итак, всё ладно, с тусовками на сегодня закончили, жители, я пошёл отдыхать. Торт мне оставили, ну хотя бы на этом спасибо. Стоп, а почему мой ноутбук мокрый, я не понял? Ой, камон, извини, мы забыли тебе сказать, мы его напитком случайно обрели, и он промок. Я вас, жители, сейчас... Так, понял, Ваня. А ну стоять, куда вы все смотались? Жители, назад вернитесь, вы мне теперь должны за мой ноутбук. Капец, совсем офигевшие, прикиньте, реально, завалились ко мне домой, устроили тут какую-то вечеринку без моего спроса. Я эти всякие вечеринки-тусовки вообще терпеть не могу, на самом деле. И ноутбук ещё мой испортили. Так, подождите, давайте всё уберём, возможно, ноутбук ещё получится спасти. Я прямо сейчас пойду на склад и возьму салфеточки. Так, поставим пока что ноутбук сюда. Мне нужно взять там салфеточки, тряпочки, полотенца, как-нибудь попробую. Фен возьму точно, высушу свой ноутбук. Короче, взял всё, что было на складе, вот такие вот салфетки, бумажки, ещё вот такой вот вентилятор. Так, заходим и... Да вы опять сюда пришли, что вы тут... Так, подождите, а что горелым пахнет? Жители, а что горелым пахнет? Вы с ума сошли? Вы что тут сделали? Извини, Капот, нам очень неудобно, что мы тут тебе ноутбук облили, поэтому мы пришли извиниться и решили его, ну, подогреть немного. Что вы решили сделать? Подогреть его? Вы с ума, что ли, сошли? Ну, а что, вода же от огня сохнет? Так, жители, я больше не хочу вас видеть в своём доме. Уходите, хватит приходить в мой дом, это мой дом. Ладно, Капот, извини, придём тогда завтра утром, угостим тебя чем-нибудь, раз уж что-то пошло. Да-да-да, даже не думайте, жители, не нужно ко мне приходить. Капец, я даже не знаю, что мне сделать, как мне защитить мой дом от этих жителей, они просто мне уже надоели. Серьёзно, так, стоп, ноутбук нужно же вытирать, я всем про это забыл. Капец, они ещё завтра утром, сказали, придут. Я вообще-то завтра полдня планировал проспать, но они ещё хотят прийти. Капец, как они мне надоели, ребята, может мне замок на дверь повесить? Капец, но они же всё равно будут вот тут тогда стоять, не знаю, вокруг моего дома ходить, в окна мне стучать. Может, стены возвести? Высокие, алмазные, а чё, слушайте, хорошая идея. Ну нет, они просто их тогда перелезут и всё. А что, если, ребята, мы усложним им путь до моего дома? Они же сами сказали то, что ходят в мой дом только потому, что до него короткий путь. Давайте усложним этот процесс. Я предлагаю сделать следующим образом. Мы с вами построим лабиринт вокруг моего дома из... Из каких-нибудь булыжников? Не, из алмазных блоков. Да-да, не удивляйтесь, я могу себе такое позволить. Ну а чё? У меня же довольно-таки много алмазов, куда мне их девать? Смотрите, вход будет где-нибудь вот здесь вот. И прямо сейчас вот так вот я буду просто выстраивать единственный верный путь. Главное, самому его запомнить. Я даже, возможно, в процессе чуть-чуть смещу дом. Короче, ребята, работы мне предстоит довольно-таки много. Но зато я буду несказанно рад тому, что никто больше не пройдёт в мой дом. Да и как защита это довольно-таки круто. Потому что я как-то раз, помню, защищал деревню лабиринтом. И получилось просто офигенно. Не знаю, на самом деле, что у меня получится. Лабиринты очень давно не строил. Уж тем более, очень давно не проходил. Но пока что вроде получается что-то запутанное. Надеюсь, что никто не подсмотрит тут. И я всё секретненько и красивенько сделаю. Вот такие вот проходы. Да, короче, да, тут все запутаются. Главное не забыть поднять его на несколько уровней вверх. Для того, чтобы точно никто ничего тут не перелез. Ладно, ребята, сейчас я его доделаю и вернусь к вам. Осталось совсем чуть-чуть. Осталось совсем немного. Я практически всё доделал. Капец, посмотрите, какой огромный лабиринт из алмазных блоков у меня получился. Мне даже не хватило моих алмазных блоков. Пришлось идти немножечко на склад. Поглядите, какой гигантский огромный лабиринт. Реально. Блин, как мне выбраться теперь? Капец, я его специально сделал сложным. Ну как теперь мне найти мою деревенскую кузницу? Нафиг я сюда вообще упал, я не понимаю. Не, ребята, это издевательство какое-то. Я отсюда никогда не выйду. Я прихожу сплошные тупики. Где моя деревенская кузница, а? О, наконец-то. Наконец-то моя деревенская кузница. Ребята, я замучился тут бродить. Я тут ходил, бродил где-то минут пять. Капец, я кое-как нашел свой дом. Вот мой дом. Я защитил его огромным лабиринтом из алмазных блоков. И серьезно, он огромный и кажется сложным, но на самом деле я помню, как из него выйти. Смотрите, мы заходим... А, нет, стоп, погодите, не сюда. Мы заходим сюда, потом поворачиваем куда-то вот сюда. Идем с вами прямо, потом... Нет, не налево. Подождите, я что, забыл, где выход, что ли? Поворачиваем сюда или сюда. Короче, где-то вот здесь вот выход. И да, вот, вот, все. Я нашел, все нормально, все хорошо. В принципе, если знать специальный правильный проход, то тогда можно с легкостью дойти до кузницы. Но знаю только я и знаете только вы. А жителям я не расскажу. Это будет наш с вами небольшой такой секретик. Так, теперь бы мне найти, потому что я очень плохо выучил этот путь. По-моему, сюда. Теперь вот сюда поворачиваем. Потом сюда, сюда. Нет, не сюда. Теперь сюда. И, о, все, вот моя кузница. Жители ничего не понимают в лабиринтах. И я уверен, они ни за что больше не попадут в мой дом. Все, теперь мой дом, моя крепость. Я могу тут делать все, что угодно. И, кстати говоря, мой ноутбук высох, и он даже работает. Отлично. Теперь я могу полагомиться тортиком и что-нибудь посмотреть. Надо бы к Компоту сходить в гости. Ну, не знаю, поговорить. Друг он нам расстроился, обиделся, что ли, на меня. Ну, и посижу у него в гостях немного. А что, мне до его дома, в принципе, недалеко идти. Я живу прямо напротив. Ля-ля-ля. Выходим, Компот. Ну, не понял. Это что еще такое? Что здесь происходит? Почему тут какая-то алмазная стена? А это что за дырка? Не понял. Коридоры тут какие-то непонятные. Что-то хожу, брожу. Тупики сплошные. Я не понял. Это что, лабиринт, что ли? Хм. Что за фигня? Это кто его построил тут? Ничего, Компот. Сейчас я приду. Компот. Компот, ты где? Компот. Как мне тебя найти, ема, я не понимаю. Какого фига? Я заблудился в этом черном лабиринте. Компот, ты где? Кто его вообще построил? Капец, сколько можно идти до дома Компота? Нафиг я сюда вообще пошел? Компот, ты где? Ема, может сюда повернусь? Что у нас тут? Тут опять тупик. Да что ж ты будешь делать-то, а? Господи! Я уже не могу просто, я не могу найти дом Компота. Почему до него так сложно добираться? Все, я никогда больше не приду к нему домой. Никогда. Нафиг это надо? Тут какой-то лабиринт появился. Только как теперь из него выйти-то, е-мое? Надо зайти к жителю. Ух ты. А что это такое? Я не понял. Стена какая-то алмазная. Хм. Что это за фигня? Раньше тут такого не было. Житель, ты где? А, а это что? Это типа лабиринт какой-то или что? Тупики всякие, проходы. Ладно, сейчас посмотрю, что это такое. Что-то мне это не нравится. Кажется, я потерялся. Не-не-не-не-не. Нужно назад возвращаться. Так, мне отсюда выбраться! Мне показалось, или где-то здесь кричал житель в белом? Не понял. Это что еще такое? Офигеть! Это что? Это лабиринт, что ли? Ё-моё! Он окружает дом Комбота! Что здесь произошло? Пока меня не было. Почему этот алмазный лабиринт тут появился? Как мне теперь прийти в гости к Комботу? Я хотел сегодня к нему зайти. Правда, немножечко без спроса. Но это не важно. О, я же могу посмотреть с высоты. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Опа, поднимаемся. Офигеть! Я никогда не найду правильный проход в этом лабиринте. Ну его нафиг, короче. Я никогда больше в дом Комбота не пойду. Ребята, знаете что? А все-таки тортик довольно-таки неплохой. Тортик реально мне жители вкусный оставили. О, вы слышали? Жители кричат. Походу они зашли в этот лабиринт и заблудились. А вот не надо было в мой дом заходить. Наверное, опять хотели меня побеспокоить. Зашли, что мне найти, что ли? Хотя, стоп. Тут тупик. А где правильный проход? Может, и тут тупик. Слушайте, не, я, наверное, искать не буду. Но его нафиг сам еще потеряюсь, реально. Слушайте, ребята, сегодня вот такую вот защиту лабиринтом я сделал своей деревенской кузнецей. Теперь никто сюда точно не проберется. Даже зомби, реально. И сломать ее будет очень тяжело. Нужно много стен прорубить. Короче, такие дела. Знаете, я, наверное, даже для большей защиты поставлю сюда еще лазеры. Вот так вот, которые будут бить в небо. Или какую-то сетку из лазеров сделаю. Короче, реально, слушайте, а что, это хорошая идея. В общем-то, с вами я прощаюсь. Пойду я дальше отдыхать. Главное то, что я и мой дом останутся в покое. Всем удачи, всем спасибо. Всем пока, ребята.